Всем привет! В эфире очередной выпуск Универньюз. С тобой снова я, Гульфия Мутугульна. Смотри сегодня. Ректор КФУ провел встречу с руководителем проекта «Академический рейтинг университетов мира». Медики страны объединили усилия. Кто создаст лекарство будущего? Универ ТВ ищет новые лица на роль ведущих. 28 сентября у сотрудников университета была уникальная возможность из первых уст узнать, что же такое рейтинг ОРВУ, больше известный в России как шанхайский рейтинг. Казанский федеральный входят в такие мировые рейтинги, как Times High Education с 401 по 450 место, 4 место по России и КОЭС 451 по 500, где занимают 12 позицию. Рейтингов существует множество, но основными считаются три из них – КОЭС, Times High Education и непосредственно ОРВУ. Принципиальное отличие от других мировых рейтингов – использование информации из открытых источников, без анкет вузов и учета репутации. 28 сентября в Казанском федеральном университете состоялась презентация результатов бенчмаркинг-анализа КФУ от представителей международного рейтинга ОРВУ. Сегодня презентация результатов, скажем, аудита и бенчмаркинга нашего университета – одним из самых известных рейтинговых агентств, первым рейтинговым агентством, самым независимым агентством ОРВУ, или так называемый шанхайский рейтинг. Академический рейтинг университетов мира публикуют ежегодно, начиная с 2003 года. Всего для подготовки рейтинга ежегодно более 1200 университетов проходит оценку, из которых отбираются 500 лучших. Рейтинг признан одним из старейших и наиболее авторитетных. В ноябре 2016 года мы взялись за проект для проведения сравнительного анализа Казанского федерального университета в сравнении с рядом ведущих университетов мира. Ключевым элементом соответствующей работы – это проведение рейтинга для анализа КФУ в академическом исследовании. По словам руководителя академического рейтинга университетов мира, КФУ должен привлекать мировых ученых, которые удостойны Нобелевской или Филцевской премии. По естественному профилю, чтобы подняться в рейтинге и увеличить свои позиции. Представители Института высшего образования Дзяо Тон при Шанхайском университете отметили, что стоит увеличить приток иностранных студентов. КФУ достаточно хорошо показывает себя в работе с студентами, но количество международных студентов, там есть над чем еще работать. Казанский федеральный активно привлекает иностранных граждан. Так, например, КФУ занимает первое место по количеству иностранных студентов в России. Визит делегации Института высшего образования Дзяо Тон при Шанхайском университете в Казанский университет продлится еще два дня. Запланировано как участие в профильных круглых столах по направлениям, так и культурная программа. Китайских коллег познакомы с более чем 200-летней историей КФУ и теми достижениями, которыми сейчас гордится один из старейших университетов. Для молодых ученых открылись новые горизонты в разработке современных лекарственных препаратов. Исследования, разработки, тренды и тенденции современного биотехнологического рынка об этом и не только. Пошла речь на сателлитном молодежном симпозиуме. Какие лекарства стоят на пороге инноваций уже сегодня выясняла Аделя Шамилова. История человечества складывается не только из-за воеваний и открытий. Огромное влияние на развитие каждого народа и каждой страны оказывают болезни. С тех пор, как антибиотики и вакцинация потеснили инфекционные заболевания с лидирующих позиций, на первый план выступили новые. Почти любая болезнь приходит к нам внезапно и, к сожалению, не на каждой из них найдется определенное лекарство. Несмотря на то, что фармацевтика не стоит на месте, все-таки болезней больше, чем лекарственных препаратов. Осознавая все это, российские и зарубежные ученые объединили силы в КСК КФУ «УНИКС» и смотрите, что из этого получилось. Для многих болезней просто у нас нет лекарств, если говорить по-простому. Это онкология. Мы ищем и успешные подходы разрабатываем именно к поиску инновационных противоопухлевых лекарств. Еще одна очень серьезная проблема – это инфекции, бактериальные, вирусные инфекции. Целый ряд докладов посвященных этой тематике. На сателлитном младежном симпозиуме по вопросам инновационных лекарственных разработок младых ученых выступили эксперты и разработчики лекарственных препаратов. Слушатели могли узнать обо всех этапах разработки инновационных лекарств, начиная от поиска молекул и заканчивая коммерциализацией научных проектов. Это большой форум с представительным международным участием. Конференция этой серии проводится раз в два года в крупнейших индустриальных, культурных, научных, академических центрах России. Первая конференция была у нас в 2013 году в Москве, вторая в 2015 году в Новосибирске, и третья сейчас у нас в Казанском федеральном университете. Молодые специалисты определяют наше будущее, и с этим трудно спорить. Прошедшее молодежный симпозиум стал отличной возможностью для молодых специалистов погрузиться в мир большой фармы и узнать больше об актуальных задачах современности. Глубокое понимание того, как работает фармацевтическая индустрия, как устроен процесс исследований и разработок, помогут участникам в поиске смелых идей и ярких научных открытий, направленных на улучшение качества жизни людей. Более того, данный симпозиум придаст дополнительный импульс развитию системы здравоохранения. Аделя Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универньюс. В КФУ продолжается неделя Завойского. 28 сентября, в день рождения известного физика, в императорском зале главного корпуса университета прошли завойские чтения. В лекции участвовал известный немецкий ученый Рудольф Гримм. Подробности ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. 28 сентября, в день рождения известного физико-экспериментатора Евгения Завойского, в стенах Казанского федерального университета прошла конференция, которая получила название «Завойские чтения». Конференция является ежегодной и существует с 1982 года. В 1982 году, также 28 сентября, я тогда был студентом третьего курса. Тогда Семен Александрович Альчулер вот так же начинал первое завойские чтения. Вот может быть, ну как бы не совсем там ярко это как бы или четко прозвучало, идея Семена Александровича была такая. Должен выступать физик, который имеет пионерские результаты в физике. Завойские чтения проходят в формате лекции, спикерами которой выступают именитые ученые из разных университетов мира. В этом году спикером стал Рудольф Гримм из Австрийского университета. Рудольф Гримм в своей лекции подчеркнул следующее. Нас в мир, который нас окружает, чрезвычайно сложный. Тогда, когда мы его хотим понять, мы должны как можно больше его упростить. Один из способов упрощения этого мира – это понижение температуры. Причем дать чрезвычайно низких температур. Тогда то, что мы смотрим, это уже некая модель. Мы можем в явном виде выделить то или иное явление и его хорошо понять. А я его знаю достаточно давно, но в чем его правильное… И он очень четко сегодня это подчеркнул. Можно взять очень сложное соединение. Можно пытаться понять там физику. Надо идти от более простых вещей. Тогда многие вещи станут более понятными. На лексу могли попасть все желающие, а для слушателей, не владеющих английским языком, был организован синхронный перевод. Наля Кашин, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюз. Универ Ньюз объявляет кастинг на новых ведущих. Самые лучшие попадут в эфир. Напоминаем, что 18 октября у тебя есть еще один шанс попробовать себя. Подробнее смотри в следующем сюжете. Универ Ньюз проводит кастинг новых ведущих. Студенты Казанского федерального университета собрались, чтобы попробовать свои силы перед камерой. Кастинг посетили студенты самых различных направлений. Их цель – попасть на телеэкраны. Я считаю, что это уникальная возможность научиться работать на камеру. А также я хотела бы стать частью такой большой и крутой команды, как Универ ТВ. Я думаю, это прекрасный опыт. Просто прийти, попробовать, поучаствовать. Каждый из них должен пройти небольшое испытание. Представить себя в эфире и показать свои навыки работы в кадре. В основном претенденты отвечали на вопросы, а также записали стандартное приветствие программы Универ Ньюз. Студенты отмечали, что кастинг – это хороший опыт для тренировки своих навыков. Мне кажется, что это очень интересная профессия и работа. В плане того, что мне, как юристу, в дальнейшем очень важно правильно и грамотно разговаривать. И не бояться публики. И именно поэтому я хочу, благодаря студию Универ ТВ, научиться этому. Большая часть пришедших на кастинг уже имела предрасположенность к работе в кадре. Студенты работали в театре и кино, участвовали в пресс-конференциях и прочей деятельностью, связанной с кадром или сценой. Поэтому пройти испытание было для них легкой задачей, ведь накопленный ранее опыт способствует этому. Результаты кастинга будут опубликованы в группе канала Универ ТВ в социальной сети ВКонтакте. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универ Ньюз. На сегодня у меня все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok